Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. В Самаре теперь работают четыре круглогодичные сельскохозяйственные ярмарки. Там можно купить качественные продукты по доступным ценам. Павильоны на этих ярмарках построены таким образом, что температура в них позволит ярмарке работать круглый год. Оборудование способно поддерживать комфортную температуру для продавцов и покупателей. Но основное преимущество подобных ярмарок в том, что через них продукцию могут реализовывать фермеры, а также граждане, занимающиеся выращиванием сельскохозяйственных культур, птиц и скота на своих приусадебных и дачных участках. Соответственно, и покупатели могут приобрести качественные продукты по доступным ценам. Особое внимание уделяется качеству представленных продуктов. Участники, чья продукция признается некачественной, должны устранить нарушения, либо покинуть ярмарку. Вот какие еще требования предъявляются продавцам? Я говорю сегодня с заместителем и руководителем Департамента экономического развития, инвестиций и торговли городского округа Самара Игорем Николаевичем Ларионовым. Я приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, давайте поговорим с вами на заявленную тему. Я сказала, что работают четыре круглогодичные ярмарки, но есть еще ярмарки, которые работают и не круглый год. Так расскажите, сколько всего сейчас ярмарок в нашем дорогом, любимом и замечательном городе Самара? Ну если мы говорим про ярмарки продовольственные, где как раз, как вы и говорили, продается сельхоз, товаропродукция, их пять. Первая ярмарка открыта нами была на поселок Мегзавод 13 августа, то есть сезон оптимальной самой открытия, это как раз конец лета, начало осени. Вот. Эта ярмарка у нас уже 5-6 лет проводится, она очень пользуется спросом, там тоже сельхоз, товаропроизводители, но она под открытым небом. То есть поэтому мы приняли решение открыть также и в этом году четыре круглогодичные ярмарки, чтобы и сельхоз, товаропроизводители, и потребители находились в комфорте. Почему? Потому что было очень много отзывов, мы к отзывам всегда прислушиваемся, на предмет того, что погодные условия очень сильно влияют на торговую. Поэтому вот самая масштабная наша ярмарка это Киевская Тухачевского, которая произвела, на мой взгляд, очень положительное впечатление и на продавцов, и на потребителей. Также у нас есть ярмарка на проспекте Ленина, 16, на Дачной Чернореченской и на Белорусской, 131. Давайте вспомним про улицу Куйбышева. Наверное, вот ярмарка с площади Куйбышева, да, дала, наверное, изначальный толчок развитию вообще ярмарок в нашем городе. Традиционно она открылась, если мне память не изменяет, на день города, нет? Все верно. Да, все верно. Давайте вот у нас как раз есть, Игорь Николаевич, сюжет. Давайте посмотрим, как произошло открытие ярмарки именно на площади Куйбышева. Внимание на экран. На традиционной ярмарке ко дню города жительница Самары Елизавета Беляева оказалась впервые. Говорит, от большого выбора сельскохозяйственной продукции, сувениров и изделий ручной работы самарских мастеров закружилась голова. Особенно понравились Елизавете игрушки из дерева. На память она приобрела робота. И замечательные деревянные игрушки самарского производителя. Очень приятно, что есть на нашей родной земле такие умельцы. В этом году участниками ярмарки стали более ста предпринимателей со всех уголков Самарской области. В отдельном павильоне сделано в Самаре. 50 производителей представили изделия ручной работы, сувенирную продукцию с символикой областной столицы. Для всех организованы комфортные условия, проходы. Поэтому ярмарка у нас традиционно проходит на площади Куйбышева осенью. Всеми она любима горожанами. Сегодня она проходит как раз вот в таком формате, более ярком, более качественном. Для тех, кто не успел побывать на ярмарке на площади Куйбышева, работают районные площадки, торгующие сельскохозяйственной продукцией. Они расположены на пересечении улиц Киевска, Тухачевского, проспект Ленина и Челюскинцев, поселке Мехзавод и около Дома культуры «Октябрь». В Октябрьском районе ярмарки работают ежедневно с 8 утра до 8 вечера. В Красногринском районе в пятницу, субботу и воскресенье с 8 утра до 6 вечера. В Железнодорожном со вторника по воскресенье с 8 утра до 7 вечера. Скажите, пожалуйста, вот какая продукция и из каких районов представлены на наших ярмарках? На наших ярмарках представлен широкий ассортимент продукции. Это практически все муниципальные районы Самарской области, также это Пензенская, Ульяновская область, Республика Татарстан. Мы ведем достаточно плодотворную работу с Министерством сельскохозяйства, то есть как нам вообще попадают на ярмарку сельхозтоваропроизводители. Изначально пишем обращение в Министерство сельскохозяйства, говорим планы открытия наших ярмарков, говорим количество мест. И дальше уже Министерство работает со всеми сельхозтоваропроизводителями, рассылает запросы главам и потом подает нам списки. И, соответственно, приоритет, конечно, для наших сельхозтоваропроизводителей. Остальные места, конечно, уже занимаются не сельхозтоваропроизводителями, но процент, ну вот если мы говорим про Киевскую и Тухачевскую, то в сезон это порядка 50-60 процентов это именно наши местные фермеры. Вы сказали о том, что приезжают из других регионов, это означает то, что именно наши самарские ярмарки известны, они популярны, и самое главное пользуются спросом, потому что есть спрос, есть предложение. Конечно, ну то есть наши ярмарки зарекомендовали себя достаточно давно, как вы правильно сказали, да, площадь Куйбышева, изначально ярмарки были там. К сожалению, на площади Куйбышева невозможно создать вот те условия комфортные, как и для потребителей, так и для покупателей. Почему? Потому что это основная площадь города. Конечно. Есть и помещения отапливаемые, и холодильники, что на площади Куйбышева физически невозможно сделать. То есть вы хотите сказать, что забота, в том числе и для покупателей, это организация инфраструктуры, да, чтобы было удобно, комфортно, ну и, конечно, хотелось приезжать, потому что приезжают, если из других районов города, ну это как минимум проведешь на ярмарке три и более часа, а потом хочется же пройти, посмотреть, познакомиться, попробовать в конце концов, и поэтому, да, чтобы было комфортно. Ну вот сказали сейчас как раз про Тухачевского, у нас также есть сюжет, давайте на него взглянем. Производством сыров Сергей Волков занимается уже 15 лет. Говорит, на ярмарке товар уходит в лед. Вместе с напарником Александром они делают не только мягкие, но и твердые сорта сыра. В погоне за натуральностью продукции пришлось даже уехать в другую область. Молоко там более качественное, признаются сыровары. Теперь, благодаря комфортным условиям, которые созданы на новой площадке, продавать свою продукцию напарники будут круглый год. Ну вот смотрите, сейчас на улице идет дождь, у нас здесь хорошо, светло, тепло, потому что людям нужно где-то закупаться. На рынке цены вы видели какие. Муниципальная ярмарка на пересечении улиц Киевска и Тухачевского представлена в трех шатрах. Все они разделены по категориям. В первом – овощи и фрукты, в том, что по центру – мед, молочная и злаковая продукции. В крайнем торгуют мясом и рыбой. Все они соединены между собой специальными переходами, которые позволяют, не выходя на улицу, перемещаться между торговыми шатрами. Здесь есть первая транспортная развязка и доступность для и потребителей, и для продавцов. Большая площадка, обустроенная нами для и парковки, и подвоза продукции, исходили прежде всего из потребностей жителей. На ярмарке представлено более 150 торговых мест для слихозпродукции, организованы места для пенсионеров. Так места-то хорошие. Мы под крышей, дождь был целый день, но мы не замерзли, не намокли. В этом плане хорошо. И наши места пенсионные, бесплатные. Все шатры муниципальной ярмарки оборудованы системой кондиционирования, инфракрасными обогревателями. Поэтому работать площадка будет со вторника по воскресенье круглый год. Судя из съемок, комфортно, очень удобно. И какие отзывы замечательные и от жителей, и от продавцов, я имею в виду вот эти вот белые павильоны. А как вообще пришла идея к созданию вот такого вида ярмарки? Мы анализировали опыт различных как стран, так и городов России. Почему? Потому что мы хотим уже уйти от этой торговли в палатках, на улице. И поэтому вот смотрели Москву, опыт губ ярмарки Москвы. Как раз и эти павильоны там тоже очень пользуются популярностью. Почему? Потому что это легковозводимая конструкция. Это не капитальные здания, которые в случае чего можно демонтировать в любой момент. И оптимально, как я уже говорил, для всех. Но поддержание температуры, еще там и холодильники, наверное, система вентиляции. А вы говорите простая конструкция. Не простая, наверное. Конструкция простая, она легковозводимая. Конечно, необходимо было подключение и к электричеству. И там все за счет электричества, на самом деле. И холодильники, и кондиционеры, и теплопушки. Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста, чем мотивированы продавцы сельскохозяйственной продукции? Какие-то у них, может быть, есть привилегии по сравнению с другими? На каких условиях можно стать продавцом на ярмарке? И что требуется от сельхозпроизводителей? Вот мы сейчас, конечно, говорим, у нас ноябрь месяц на дворе. Но, тем не менее, все равно можно прийти и встать, и работать с продавцом. Что для этого необходимо? Ну, как я уже говорил до этого, необходимо, чтобы было личное подсобное хозяйство. Соответственно, в списке ментельхоза. Я не говорю о том, что только по спискам ментельхоза мы ставим. Конечно, любой предприниматель может обратиться к оператору ярмарки и подать заявку. Что еще для этого необходимо? Какие привилегии? Ну, самые главные привилегии – это продажа своей продукции. Почему? Потому что очень сложно найти рынок сбыта. Это либо перекупает у тебя продукцию, либо ты стоишь, как мы едем по трассе, например, стоит бабушка с ведерком и продает яблоки. Здесь мы предоставляем место не только в шатрах. Принято решение именно на Киевского и Тухачевского также сделать и, так скажем, летнюю ярмарку, летний вариант. Почему? Потому что многим удобно действительно торговать, разгрузиться, и сразу начинается торговля. Риды для пенсионеров тоже пользуются у нас популярностью. Почему? Потому что бабушки, дедушки, они очень любят торговать и всегда торгуют не там, где надо, так скажем. Мы стараемся. Мы также и на проспекте Ленина Челюскинцев поставили еще отдельный шатер. Почему? Потому что мы знаем, что незаконная торговля, с которой мы постоянно боремся, но она все равно постоянно возникает. И мы для них тоже организовали ряды для пенсионеров и получаем только положительную отзыву. Ну, ряды для пенсионеров. Вот сейчас как раз мы в сюжете слышали пенсионерку, которая благодарила, говорила спасибо. Для них ряды предоставляются бесплатно. Но вот все-таки на этих ярмарках есть люди, которые курируют, направляют, подсказывают, чтобы как раз и избежать вот этой несанкционированной, как говорите, торговой. Конечно. Первое, на каждой ярмарке есть оператор. Да. Ярмарки. Это первое. И второе. У него наверняка яркая какая-то одежда, его можно сразу увидеть и узнать. Вот. И также вот если мы берем крупные наши ярмарки, да, есть администраторы ярмарок, которые и подскажут, и к ним можно и подать заявление на участие в ярмарке. Также там присутствуют контрольные весы, ну, в случае, допустим, недовеса. Ну, такого у нас не бывает. Администраторы ярмарки, который может принять как положительные отзывы, так и отрицательные. Почему? Потому что критику в свой адрес мы воспринимаем тоже хорошо, потому что нет предела совершенства, и мы стараемся учитывать мнение всех. Вот вы сказали недовес. А как вообще контролируется качество продуктов? Представляется продавцом какие-то сертификаты качества? Вот. И если куда обращаться, если, ну, к примеру, плохое качество? Или такое исключено и быть такого не может? Я не могу сказать, что такое исключено, потому что ситуации бывают разные. У нас присутствует мобильная лаборатория ветконтроля на ярмарках. Соответственно, вся продукция, она проходит изначально, то есть ветврач проходит и ее проверяет. Клейма, меркурия, если это мясо, да, также овощи. То есть вся продукция у продавцов, она есть. Вот. Поэтому, если, не дай бог, встретились с некачественной продукцией, это можно обратиться и к администратору ярмарки, это можно обратиться и к нам в департамент, можно обратиться в Роспотребнадзор. Очень много органов. Можно ли вернуть данную продукцию, если, допустим, не устроило качество? Опять же, в сюжете мы видели, там продается и молочная продукция, а это уже сразу скоропортящиеся продукты. Поэтому, если вдруг столкнулся вот с таким случаем, да, все-таки что делать, посоветуйте? Конечно, продукцию можно вернуть, обратиться к тому продавцу, у которого вы ее покупали, и отдать ему эту продукцию, он вернет вам деньги. Хорошо. Насколько удобно организована именно торговля для покупателей? Вот. Есть ли единое оформление прилавков и, опять же, вот по технике кассовой весы это все предоставляется, либо нужно иметь с собой? По поводу оформления, да, есть брендбук, так называемый, да, есть фартуки одного вида, да, прилавки, столы, ну, вот даже если мы берем ярмарку Киевской, Тухачевского, ценники. По поводу весов и по поводу... Холодильное оборудование тоже предоставляется, если оно нужно, непосредственно операторам ярмарки. Весы и кассовая техника, это уже, конечно, нужно привозить с собой. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а вот как все-таки формируется ценовая политика? Действительно ли можно приобрести товар дешевле? И кто устанавливает вот именно эти цены? То есть я, к примеру, привезла из района мясо. Какую цену захотела, такую и поставила? Или бы все-таки есть какие-то рамки, которые регулируют вот именно ценовые отношения на ярмарках именно? У нас свободный рынок, то есть оператор устанавливает арендную плату за место, да? Да. По поводу цены на продукцию. На ярмарках присутствует продукция на любой кошелек. То есть есть минимальный диапазон, да, минимальная цена и максимальная цена. Я не знаю, вот как все, но я хожу вот на ярмарку за качественной продукцией. Я знаю то, что это выращено на своем приусадинном участке. И, конечно, в каких-то магазинах, в гипермаркетах, возможно, ряд ассортиментов найти дешевле. Вот. Но и на ярмарке у нас также присутствует как минимальная, так и максимальная цена. Поэтому цену устанавливает продавец и покупатель. То есть это всегда спрос рождает предложение. Если ты завысишь цену, ты не продашь, соответственно, свою продукцию, и никому от этого лучше не будет. Ну, а потом же на рынке, да, всегда можно торговаться. Ведь ты приходишь на ярмарку, это же практически тот же рынок, и, ну, никто тебе не запрещает немножечко вступить вот в такие торговые отношения с продавцом. Наверное, даже вот многие ходят как раз за этим, да, чтобы вот даже 5 рублей, ну, вот, скинуть, это чисто азартный интерес. Да, да. Вы сказали, что вы сами ходите на ярмарки, и я так поняла, что не по работе только. Скажите, а вот лично вам какая ярмарка нравится больше? И по комфорту, по ассортименту, опять же, это ведь тоже важно, да, когда есть выбор. Выбор, как говорится, очень важен. Я, ну, по работе, понятное дело, я проезжаю все ярмарки, я это делаю постоянно. Почему? Потому что контроль все равно необходим. Если говорить про нерабочее время, да, ну, в основном я выбираю Киевское, Тухачевское и Мехзавод, в зависимости территориально, где я нахожусь. Почему? Потому что там, конечно, очень большое количество мест. Киевское и Тухачевского – это 170, и Мехзавод – это 118 мест. Ассортимент там представлен любой, соответственно, и фрукты, и овощи, бакалеи, мясо, разносолы. Я вот за солениями хожу вот на Киевское и Тухачевского. По поводу еще какая продукция представлена. Да, но это же ведь не только продукты питания, да, на ярмарке можно купить также различные наверняка и сувениры, может быть, еще какие-то товары. Мы стараемся на самом деле не мешать. Да, у нас на Мехзаводе ярмарка универсальная, и там также есть непродовольственные товары. Но если вот затронули вопрос сувенирной ярмарки, мы открываем такую ярмарку на Максиму Горького, где речной вокзал. Почему? Потому что у нас туристическое направление очень развито, и сувенирщики просят нас всегда это делать. То есть мы ставим там 10 деревянных домиков, и как раз в сезон сувенирщики там торгуют и продают свою сувенирную продукцию. Поэтому от нас требование только, чтобы это был хендмейт. То есть не чтобы это были какие-то перекупы, а также там проводится еще и мастер-класс. То есть вот на этой ярмарке мы поставили еще палатку, в которой проводились мастер-классы как раз по сувенирной продукции. Вы заговорили про ярмарку на Мехзаводе. У нас также есть видеосюжет. Давайте посмотрим, как там организована торговля. И соленье, и варенье, и свежее мясо, и отечественный текстиль. Все от местных производителей. В поселке Мехзавод в седьмой раз заработала сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. Только здесь городские власти организовали 83 торговые палатки. У нас на каждой ярмарке есть 15% торговых мест бесплатно, которые мы предоставляем пенсионерам. На этой ярмарке в районе 15-17 мест. И сельхозпроизводителей привлекают. И тех, кто выращивает сельхозпродукты на дачных участках. И жители Мехзавода с огромным удовольствием приходят сюда. На ярмарке у производителей появляется возможность работать без посредников. Что сказывается на цене? Для производителей, тех, кто занимается производителем и выращиваем скотины, это, в принципе, воздух. Мы можем реализовать свою продукцию по достойным ценам, то есть не перекупщикам, а даем. И мы не первый год работаем на этой ярмарке. Нас полностью устраивает. Скоро в Самаре заработает еще больше муниципальных ярмарок. Большая часть в новом формате. Их разместят в современных каркасно-тентовых конструкциях круглогодичного типа. Конструкции оборудуют системами поддержания комфортной температуры. Такие ярмарки у нас открываются на Киевской Тухачевского, которая будет включать в себя 170 мест. Также проспект Ленина-Челюскинцев, которая будет включать 16 мест. Белорусская 131, тоже 16 мест. И Дачная Чернореченская, которая включает в себя порядка 32 мест. Все это позволит купить настоящие фермерские продукты как в центре города, так и в удаленных уголках Самары. Игорь Николаевич, вот скажите, пожалуйста, мы с вами немножечко поговорили про инфраструктуру, но все-таки я хочу вас еще спросить, как организована стоянка для транспорта покупателей и продавцов. Не возникает ли с этим проблем? И вообще, кто на ярмарках нашего города следит за порядком? Есть ли охрана и, ну, если в случае каких-то, да, нестандартных, а в жизни бывает всякое, кто пресекает беспорядок? Ну, вот на моей практике, сколько я работаю, беспорядков на ярмарках у нас не было, ну, и, надеюсь, не будет. Опять же, все вопросы эти к администратору ярмарки. То есть, если мы говорим про крупные наши площадки, то там один, а то и два человека именно администрируют, то есть совершенно по любым вопросам. Там и охрана, там и парковка, там и выезды мы сделали, и заезды, то есть для удобства, чтобы не было такого, что там с одной стороны только заезжаешь, с этой же стороны выезжают, идут люди. Поэтому с парковкой проблем нет. Ну, то есть, если мы говорим, опять же, в сравнении, да, с Куйбышева, то там были проблемы в том, что людей эвакуировали. Почему? Потому что они ставили под знак. Вот. Конечно, никогда не нужно нарушать и в том числе и правила дорожного движения. Вот. Но проблем с парковкой нет. Хорошо. А есть ли какая-то на ярмарках сезонность? Я вот сейчас что имею в виду? Ну, вот, допустим, осень, сезон ярмарок начался. Я имею в виду и по ценам, и вот по наличию, изобилию товаров. Ярмарка, там, середина сезона, конец сезона. Вот когда бы лучше прийти, чтобы, как говорится, и качество хорошее получить, и цену доступную, ну, и ассортимент был хороший? Ну, для разного вида продукции, конечно, сезон он свой, да, самое оптимальное – это вот как раз вот сентябрь-октябрь, да, когда уже выращена своя продукция, и ты ее реализовываешь. Но, то есть, грибы – это одно время, мед – это совершенно другое время. То есть, медовики, кстати, очень много ассортимента меда у нас представлено, вот как раз на ярмарках, и когда уходят одни, приходят сразу другие, то есть, это нескончаемый цикл. Да. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, как будут работать ярмарки в выходные и будние дни, то есть, все-таки стоит, наверное, отдать предпочтение выходным, и если мы говорим не про круглогодичные ярмарки, до какого времени можно их посетить? Если мы говорим про мехзавод, то режим работы ее пятница, суббота, воскресенье, с 8 утра до 7 вечера, до первых холодов, на самом деле, мы всегда открываем эту ярмарку, то есть, когда уже холодно и невозможно ни продавцам, ни покупателям уже некомфортно, то мы ее закрываем. Вот, если мы говорим про круглогодичные ярмарки, все у нас работают ежедневно с 8 до 7, кроме Киевска и Тухачевского, в понедельник, санитарный день. Как вы предполагаете, ведь это же в этом году первый опыт, когда у нас начали свою работу круглогодичные ярмарки, да? Как вы полагаете, вообще, будут ли они востребованы в течение всего года, и вот максимальный все-таки наплыв покупателей, опять же, с учетом сейчас непростой эпид-обстановки, вот здесь как выстроена эта работа? Масочный режим, обработка и так далее? Я считаю, что они будут востребованы, нужно время. Почему? Потому что, конечно, наплыв основной – это пятница, суббота, воскресенье. Но и в будние дни люди идут. И поэтому по поводу наплыва мы сейчас меняем просто правила игры, можно так сказать. Почему? Потому что ежегодных, круглогодичных и ежедневных, ну, их раньше не было. Конечно. Вот, поэтому сейчас люди к этому привыкнут, потому что всему нужно время. По поводу ковида и антиковидных мер, конечно, это и обработка поверхности, это и маски, и перчатки, и санитайзеры. То есть все требования Роспотребнадзора мы, конечно, обязаны выполнять. Как вы предполагаете, возможно ли вообще, ну, не полностью, не 100%, конечно, переход вот на такой вид торговли? То есть возможно ли, это вот чисто ваше экспертное мнение, замена вот таких ярмарок, где, как мы сегодня поняли из разговора, 100% качественные продукты, на замену магазинов? Ну, я не буду сейчас говорить про ритейлы. Ну, да, с ритейлами очень сложно бороться. На самом деле, я считаю, полностью замена она невозможна. Нужны также и ярмарка, которая на МЕК-заводе, да, которая у нас сезонная. Нужны также круглогодичные и также нужны магазины. Почему? Потому что как раз конкуренция. То есть мы в данном случае создаем конкуренцию тем же самым магазинам. Ну что же, Игорь Николаевич, наше время подошло к концу, но тем не менее, по традиции программы, я хочу предоставить вам заключительное слово. Почему стоит посещать ярмарки Самар и о чем необходимо нужно всегда помнить, когда ты идешь на ярмарку, пожалуйста. Спасибо. Почему нужно, почему необходимо посещать ярмарки? Да необходимости такой нет, на самом деле, должно быть желание. Да. Вот. И потребность. Если хотите качественные и здоровые продукты, то, конечно, милости просим на наши ярмарки. Ну а тебя, мне, наверное, стоит добавить, что от администрации городского округа Самара всегда идет контроль за правилами торговли, за качеством представляемой продукции. Ну и, конечно, налажена всегда связь с вами, уважаемые покупатели. А на обратной, через соцсети, можете задать свои вопросы и непременно получите на них ответ. Я права? Конечно. На этой позитивной ноте, вкусной ноте, я бы так сказала, мы завершаем сегодняшний наш разговор. Спасибо большое за участие в программе. И спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, впереди выходные. Пожалуйста, идите на ярмарки Самары. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!